Здравствуйте! Сегодняшний мой видеообзор будет на тему размышления и обозначения двух таких молодежных субкультур, как АУЕ и ОФНИКИ. Это для того, чтобы понять, кто чем отличается, какие различия у них и какая из этих субкультур имела место быть, могла ли быть на поляне 6 апреля. И первым давайте рассмотрим движение такой субкультуры АУЕ. Данную аббревиатуру можно увидеть в виде наколки у современных молодых уркаганов, ну да и просто у неблагополучной молодежи. Начало движения нужно расшифровать в эту аббревиатуру. Это арестантское и уркаганское единство, арестанты и уркаганы едины, арестантский уклад един и арестантское уголовное единство. То есть все около вот этих вот трех слов. Принадлежность к данному течению стали себя идентифицировать бандиты из лихих 90-х. И именно тогда, в рассвет рейкета и беспредела, берет свое начало эта формация, входящая в общую структуру уголовного мира. Помимо этого, прочего всего, в 90-е начался серьезный перелом в понятиях. На смену старым законникам пришли молодые борзые гопники. Многие из них прошли малолетку, колонию не для совершеннолетних, или же детдом. Именно там и сформировался такой уклад и философия вот этого самого единства АУЕ. Также существует версия, что основателем этого движения был вор в законе Тахи. По некой версии, АУЕ был задуман и как способ объединения подрастающей молодежи и направления ее на криминальные дела. То есть, опять же, мы можем проглядывать здесь след дела рук взрослых. Конечно, из официальных подтверждений данной вот такой вот, скажем, гипотезы вы не найдете. Но в ее пользу говорят очень многие факты. Местом зарождения АУЕ является Забайкалье. Там сейчас позиции этого движения наиболее сильны. Наибольшее распространение этого течения криминальной субкультуры получило в Сибири. А сам Тахи имеет небольшой вес именно в этих регионах. Про отношения АУЕ. Как бы не зародилось данное движение отношений к этому уголовному среде, к этой вот уголовной, но оно довольно спорное. С одной стороны, это шпана, которая обирает лохов и часть денег загоняет на общак. С другой стороны, непосредственно на зонах АУЕ, это не приветствуется. АУЕшники ведут себя очень вызывающе и мало соображают, да, что происходит с общим укладом. То есть, опять же, здесь мы можем смотреть, что видоизмененное какое-то вот такое зазеркалье, как я и раньше говорила. И сейчас вам это скажу, что даже если какую-то субкультуру молодежь берет к себе, да, так скажем, на заметку, то уже начинается как по типу сарафанного радио. То есть, если вначале оно было вот такого цвета, то уже к концу приходит совершенно видоизмененным. Зачастую и причисления вот этих вот беспредельщиков, хотя, может сказать, это совсем неверно, но находятся они, конечно же, на грани. Чем строже режим в местах лишения свободы, тем строже внутренние правила поведения среди осужденных. Наибольший бардак творится на малолетке, и чем строже режим, тем порядка больше. Поэтому в колониях строгого и тем более особого режима поведения людей, причисляющих себя к АОЕ, вызывает как минимум неприязнь. Однако с общими изменениями в уголовной среде и отхода от старых дел, законников АОЕ набирает все большую силу и постепенно становится нормой поведения. Также, сделав из этого выводы, я даже не буду сюда причислять одного из, допустим, друзей, да, в кавычках, Владислава Бахова, что был детдомовец. То есть, и не буду спорить с некоторыми, кто сейчас хочет отвести взгляд от Офников и сказать, что там составляющая какая-то, может быть, движение АОЕ. Нет, по моему, опять же, заключению, которое я могу сделать и поделиться с вами, моя версия такова, что до АОЕ, это, ну, как бы, до Китая, да, там, пешком, грубо говоря. Но всё-всё может быть, не знаю, также, я же говорю, нужно это всё взвесить и понять, что могло и может двигать на сегодняшний день детьми, подростками, молодыми ребятами, что они выбирают себе вот такую вот дорогу. По поводу того, что я встречаю комментарии, что Влад может быть где-то там в тюрьме, где-то на какой-то там зоне колонии поселения рубить лес. Ну, давайте смотреть реально на эту сторону, да, проблемы, что я не считаю так, не знаю, может быть, и вы поспорите со мной, но я думаю, если даже гугл в помощь, то и вот Петруха молодец, он рассказал, как бы, да, он с этим сталкивался не понаслышке, то есть, чем отличаются структуры и могут ли прятать человека, вот, то есть, нет, не могут они его там прятать. А вот насчёт того, чтобы подумать, что в психиатрической больнице, вот это да, потому что, я же говорю, в психиатрическую больницу даже следователь не может просто так прийти, но спрятать кого-то в тюрьме или же на какой-то колонии поселения и заставить рубить лес, но вы поймите, ну, не может быть, ну, вот, я не знаю, я себя до сегодняшнего дня считаю здравомыслящей и просто не могу поддаться вот такому, скажем, кретинизму. Я больше думаю, что в ту сторону, что его там не может быть, так как если мы разберёмся в режиме всего вот этого, то увидим явный ответ, что нет такой возможности, нет таких полномочий, и плюс сюда ещё не забывайте человеческий ресурс, те, кто бы рядом с ним находились, но невозможно. Да, можно сейчас качать воздух и говорить там вот такие вещи, АОЕ, ЛДПР и всё остальное очень громко, да, очень созвучно, как бы, ну, в общем, моё мнение такое, что я отбрасываю это, и мне кажется, что кто верит в такое, того отбрасывает от реальной истории или же пытается сам себя увести куда-то не в ту степь. И так я хотела бы, что если каждый, я даже не буду сейчас останавливаться на этом и зачитывать, почему его там не может быть, я для себя этот вывод сделала и стою на нём. Давайте теперь разберём, что могло связывать эту компанию с движением оффников, к которой я склоняюсь всё-таки больше, так как группа Wildkeeper, занимающаяся вещами, а именно оффники, а не АОЕшники занимаются вот таким вот шмотом, скажем, да, тряпочными историями. То есть тут даже ещё одно плюс в колонку подтверждений того, что я думаю. Итак, начнём, чем отличаются оффники, субкультура оффников, что она из себя представляет. Вся эта субкультура вертится около таких слов, как мода, хайп, как сейчас говорят. И раньше около футбола развивался так. Есть клуб, и у него обязательно есть фанаты. И невозможно было представить футбол без них, но не будет красочного шоу, интриг, и будет лишь скука. И как каждому болельщику, да, нужна была своя команда, отстоять за неё, придумать какую-то кричалку, речёвку. То есть это уже какой-то культ. И у каждого, естественно, клуба тут же образовывались свои враги, соперники из другой команды, которая болела за другую команду. С кем-то можно было из них, скорее всего, вести мирные переговоры, но с кем-то и нет. Поэтому драки были неизменным атрибутом футбола. Даже когда команда проигрывает фанаты в бою, отстаивают её честь. Но так было раньше, и были договорные драки. Вот об этих договорных драках я уже говорила в нескольких своих роликах. И звучала фамилия Калатай. И вот ради лайков сети, как называют оффников, что они хуже ауешников, что ради одного лайка в сети они готовы толпой забить человека. И вот это прыгание по голове, это неизменная их атрибутика, почерк. И сегодня, по словам Волка, одного из таких, скорее, как его представляют, истинных фанатов, редко встречаются. Хотя прежде целевая аудитория состояла ведь только из них. И школьники же около футболи имеют весьма отвлечённое представление. Это вот, что я всегда и говорю, искажённое восприятие реальности. Сейчас совсем другие типажи. Так говорил Волк сам о оффниках, хотя сам и являлся фанатом такого, скорее всего, движения. Сейчас совсем другие понятия, типажи пошли. Для них важнее сделать красивое провокационное фото. Например, большинство из старичков, которые фанатеют за свой клуб, язычники, а проще сказать, нацисты. Сейчас модно и можно говорить, что ты язычник. Я об этом уже тоже говорила, делала. Будьте внимательнее. И, возможно, из одного ролика там какая-то информация всё-таки у меня такая прям стопроцентная ведь проскакивает. И от неё можно отталкиваться и уже делать своё умозаключение, а не пудрить себе мозги какими-то отводами. Вот то, что пытаются некоторые представить нам. Тот, кто хочет заработать, поставляет клиента. И контора отжимает у него деньги. Однако, самая популярная история – это бои. Сейчас я в свой ролик не буду включать вот эти бои. Это очень жестокие. Вы сами можете набрать. И из последнего видеоролика, вы видели, открылась к обзору новая анкета. И в этой новой анкете я нашла как минимум два видео под названием «Заказ». Что это обозначает? То есть это, опять же, договорные вот эти драки. Многие спрашивают, почему. Да, там есть такая запись, что ты распространяешь меня, я тебя. А там дальше в финале посмотрим, кто против кого встанет. То есть это идёт разговор, мне так кажется, о договорной вот этой вот драке, о Забиве. То есть они существуют и они происходят. И всему тому есть полный интернет-доказательства. И они набирают лайки и этим пользуются всякие группы под названием «Забивчиками», «Срубками». Меня всегда смущает и очень сильно напрягает тот факт, что стоят взрослые. То есть вот эти вот лица. Я пытаюсь их фотографировать. Я пытаюсь вывести к камеру скриншоты на тот уровень, чтобы запечатлеть вот именно вот этих взрослых. Не тех дерущихся малолеток или подростков. Нет, это просто как мясо, ими управляют. Это, на мой взгляд, опять же моё мнение. А вот взрослые имеют очень большую-большую ценность, когда попадают в такие кадры. Я их так называю судьями, да, там операторами. Так оно и есть. Вот мне интересны вот эти люди, потому что они взрослые. И с них нужно и можно спросить что-то. И кто участвовал, и как это всё организовывается. И, как правило, найти организаторов забивов крайне сложно. Но я так думаю, что если провести некую вот такую вот блогерскую работу, то всё-таки можно выйти на некоторых лиц, и этот клубочек очень развяжется. В МВД же России не ведут отдельную статистику по подросткам, принадлежащим субкультуре офников. Но с 2010 года, напомню, работает Центр противодействия экстремизму. То есть работает с околофутбольными течениями и держит наиболее отличившихся на карандаше. При этом к несовершеннолетним, которые только открывают для себя фанатское движение, внимание особое. То есть у нас у каждого есть свой гражданский долг, я так считаю, да, опять же, защитить своё будущее. Чем? Увидели вы такой забив, сняли с него кадр, даже скриншот телефона. Сделали себе копию ссылки на вот этот вот интернет-ресурс. И значит мы можем обратиться в Центр противодействия по экстремизму, так как офников считают экстремизмом. Ещё плюс напомню, вот эти все патчи, они не относятся к АОЕ, они напрямую относятся к субкультуре офников. Все вот эти названия фирмы, бренды, шмотки, кроссовки, биты, в частности биты вот эти вот, это всё относится к только офникам. Я же говорю, я не могу поверить, при чём тут АОЕ. АОЕ это совсем другое движение, да, и когда встречаются, допустим, на одной поляне АОЕ офник, а есть ещё и против офников, да, там как бы движение пальпатрули даже есть. Тут ответвлений очень много, об этом можно очень-очень долго говорить. То есть разветвлений очень множество. И психология подростков ведь такова, что они стремятся к объединению, к лидерству. Вот это я хочу быть взрослым, и в условиях вакуума формируют вот такие вот субкультуры. Ну вот если, допустим, в Москве проблема не так остра, то в депрессивных регионах молодёжи совершенно нечем заняться. Я это уже говорила, и не перестану говорить, что нужно следить за соцсетями своих детей. Пока я об этом не начала говорить, даже мои знакомые не знали, что их 12-летняя дочка состоит в таком как бы движении. И не просто она в контакте там с массой групп была связана, нет, но она ещё и принимала участие в маечке славяне-девушке. И это вот всё, что относится к оффникам. То есть тут большая часть, я так полагаю, всё-таки оффники. Плюс вот этот вот Саша, который является одноклассником по вечерней школе Влада. Он, по моему же мнению, ну и как бы по многому уже мнению, которые видели, как он реагирует на видео и фотосъёмку, что продать. То есть, допустим, да, у него есть желание получить за это лайки. То есть, опять же, это ещё раз доказывает, что в этой истории я больше свою чашу весов склоняю к оффникам. И призываю вас всех, это вот, наверное, самая большая цель моего ролика на сегодняшний день. Призываю вас всех фотографировать вот эти вот лица. Лица, хотелось бы по-другому выразиться. То есть, фотографировать вот эти лица, даже делать скриншоты. Можете присылать мне, потому что я очень часто это делаю и очень часто отправляю. В одном из роликов, под одним из роликов своих, я писала, кому мы можем обратиться. Сейчас в этом ролике я продублирую. Также можете присылать ко мне в контакт все свои вот эти сведения. И также я их суммирую и смогу их отправить. То есть, там, одним файлом или несколькими файлами. Но смогу обратить внимание на вот эту вот проблему. Ну и каждый из нас, я считаю это гражданским долгом, должен это делать. Как бы, ну, пускай это не систематически. Ну вот, допустим, попался, забив, сделали фотографию, все. И как бы уже можем немножечко спать спокойно, зная, что разберутся. Разберутся по-любому, если мы не будем сидеть, обсуждать просто тупо на своих кухнях, как плохо жить и какое у нас правительство. Будет хорошо, если мы сами начнем что-то делать. Вот я вам в этом видеоролике и предлагаю начать шевелиться. Делать скриншоты, присылать их мне или же по адресу, который я укажу. На этом, наверное, сегодня все. Очень и так длинный ролик. Вот, далее у меня будет еще по теме Влада Бахова следующее. Но это уже до следующих видео, как я уже привыкла вам говорить. До новых роликов. До свидания. Всем добра. Решать вам, выводы делать вам. Есть желание, делитесь в комментариях. Как всегда, жду вас там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...